Издавна на Руси было принято отмечать Масленицу широко и с размахом. Народные гуляния длились всю неделю, сопровождались многочисленными играми и забавами. В этом году массовые гуляния в Ульяновской области отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, библиотеки подготовили для жителей интересную программу. Я сейчас каждый год тоже так же стараюсь для людей проводить вот такие вот праздники Масленицы. Это объединяет людей. Более дружно живут соседи. Всякие игры придумываем, перетягивание каната, на быстроту да на ловкость, снежки. Например, сотрудники детской библиотеки номер 26 в Киндяковке приготовили для гостей игровую программу «Веселый заигрыш». Бои подушками, перетягивание веревки, прыжки в мешках, традиционные забавы помогли взрослым окунуться в детство. Масленица, пожалуй, самый долгожданный и веселый праздник, ну и, конечно же, масштабный, ведь празднование длятся целую неделю. Люди ходят друг к другу в гости, поют, танцуют и, конечно же, угощаются блинами. Праздник стал хорошим поводом провести время в кругу родных, вспомнить традиции. Главное – доброта, щедрость и любовь к ближнему. Большинство ульяновцев не празднуют Масленицу, как это было принято раньше. Но, тем не менее, без блинов мало кто себе представляет проводы зимы. Полакомиться угощением любят как взрослые, так и дети. Мы с внучкой каждое воскресенье на проводы зимы ходили в рощу. Ели там блины, пили чай, катались на каруселях-качелях, прекрасно отмечали. Отмечаем вон в Виновской рощи гуляния. Ну и дома кучем, так же блины. Мы обычно ходим гулять с ребенком, или в Слободу, если в Архангельскую на праздник, или в парке ходим. Блины кушаем со сметаной, со смущенкой. И вот, все, в общем. Мне нравится, во-первых, с начинкой или с повидлой, или с вареницем. А внук, с медом, с смущенкой, с ластенкой. Масленичное гуляние – добрая традиция встречи весны для верующих, подготовка к Великому посту. Праздник, зародившийся в глубокой древности, гармонично влился в нашу жизнь. В третий день Масленицы, который получил название «Лакомка», во всех домах накрывались пышные столы. Учреждения культуры региона не стали исключением. В этот день в библиотеке номер 24 прошла игровая программа «Гости, наша дорогая Масленица». А час истории праздника и фольклора можно было прослушать в 25-й и 37-й библиотеках. Мероприятия, посвященные проводам зимы, будут проводиться до 14 марта включительно. С программой гуляний можно ознакомиться на официальном сайте «Централизованная библиотечная система». Алина Сихонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ.